С тем, что он был церковным праздником, в советское время не праздновался, вернулся к нам праздник этот совсем недавно. Почему это действительно важное, знаменательное событие? Почему мы почитаем и этих людей, которые подарили славянам азбуку, письменность создали? И вообще сам факт появления письменности. Вообще письменность нужна людям. А зачем? Вот если бы не было письменности, в принципе, жить можно. Многие тысячи лет люди спокойно жили, разговаривали, общались. Письменность что дает? Общение. Ну общение, можно общаться и так. А еще можно преодолеть что? И пространство, и время. И передавать опыт из поколения в поколение. И вот сам факт появления письменности у славян, это был огромный шаг в культурно-цивилизационном развитии. Они вступили полноправными участниками мирового исторического процесса. Да, вот это, конечно же, и культура стала развиваться. И появилось письменное смесье с появлением первых солянских государств. Но времена были те для Средневековья, чтобы быть полноценным участником мирового процесса. Нам бы было стать христианской стороной, принять христианство. И напрямую появление письменности связано с принятием христианства. Но мы об этом еще поговорим. Сначала все-таки о величайшем значении письменности. Почему этот факт прославляется, и почему, как говорится, буквы воспеваются. Наиболее ярко, наиболее действительно всенародный, национальный праздник. Этот день отмечается в Болгарии. Если кто-то знает историю Болгарии, то они знают историю Болгарии. Почему? Вот они такое большое значение передают Богу. В Великой Мефодии к Болгарии никакого отношения не было. Тем не менее, ученики в Великой Мефодии действовали, работали в Болгарии, создали болгарскую церковь, распространяли книжность. Но потом случилось трагические события в Болгарии. На долгие четыре века они оказались в зависимом положении под турецким книгом. И вот чтобы сохранить свою национальную самоидиентичность, они благодаря, а вопреки этому гнету, сохраняли свою письменность, свою азбуку, свою религию. И вот они об этом помнят. И вот я сейчас хочу начать с высказывания, ну, даже не сказанное, это такое произведение, это, можно сказать, гимн с буквами болгарского писателя Стефана Продева. Буквы прочно вошли в народную жизнь, в судьбу народную. Народ создал ими красоту, не пряча их за семью печатями, как прячут золото. Он сохранил их в делах своих, в песнях и легендах, в летописях и фресках. Язык у него вырывали, но он слагал слова. Руку заповывали в кандалы, но она писала. Словом и кистью народ творил шедевры на вечность. Вряд ли найдется другое богатство, которое бы так и гниво и самозабвенно хранили, которое имело бы такую историю, славу, блеск. Без букв нация наша исчезла бы с лица земли, как в свое время гоня. Без букв не было бы у нас ни одного великого имени, ни одной великой даты, ни одной мысли, пронесшейся в веках. Поэтому поныне славим мы буквы. У них свой праздник. И мы чтим их так, как древние греки чтили богов своих олимпийских. Цветами и музыкой, народными шествиями, поэзией. Быть может, это не самый великий праздник человечества. Зато один из благороднейших, искорыстнейших. Ибо не во славу ратных подвигов родился он, для дела государственности, личности, одной слави. Он самое великое, что знает о материи. Работу духа, прогресс, бесконечный круг, мыслей. Это не вообще только выдержки. Вот целиком, как это, не знаю, как назвать, эссе, гимн, стихотворение в прозе, как описано для Степана Продева о буквах, можете тоже найти в интернете. Вот болгары вот это осознают. Для них это национальный праздник, который называется День болгарского просвещения, культуры, славянской письменности. В России эта традиция не столь глубокая. Болгар отмечают, что он был с 12 века. Несмотря на все перипетии истории, этот праздник для них святой. В России он стал отмечаться только в 1863 году. Как раз, когда праздновали юбилей славянской азбуки. Азбука была создана в 1863 году. Год тысячелетия славянской азбуки. В России его стали отмечать. Как светский праздник, как церковный праздник. Но после революции, вы знаете, все религиозное, все церковное было под запретом. И сам праздник ушел. И возродился он. Нужно отметить, что он возродился в 1986 году. Не как официальный государственный праздник. А вот по инициативе снизу, как народный праздник. Инициатором возобновления традиции были писатели русские. Наш, уроженец нашей Архангельской области, нашего Мизенского района, Виталий Семенович Маслов. Он долгое время жил и работал в Мурманске. Был, кстати, начальником радиостанции знаменитого ледокола «Ленин». Вот он со своими сподвижниками, соратниками, Владимиром Крупиным, Владимиром Личутиным, Валентином Распутиным возродил этот праздник. И вот именно тогда, в 1986 году, рядом с Мурманской областной научной библиотекой был установлен памятник. Как вы думаете, кому это памятник? Вот братьям как раз Кирилл и Мефоди. Этот памятник был привезен из Болгарии. Привезен через всю страну, на машину и в этой зле. И вот началась традиция. Еще не было государственного признана праздника. Каждый год столицей праздника назначался какой-то древнерусский город. Второй праздник в 1987 году был в Вологде, потом в Смоленске, в Новгороде. Ну, с какого-то момента центром... И в каждом из этих городов устанавливались памятники Кириллу и Мефодию. И сейчас, в последнее время, все происходит в Москве. Кто-то видел вчера в новостях или в трансляции, тоже на Красной площади был большой концерт посвящен Кириллу и Мефодию. Почему это важно? Ну, и дальше, чтобы уже закончить с праздником, только 30 января 1991 года президиум Верховного Совета РСФСР, тогда еще, это еще был Советский Союз, Российская Федерация, как республика, вышло постановление о ежегодном проведении Дней славянской письменности и культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова